Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. На финишной прямой. Когда полностью откроют движение по заводскому шоссе? Завершается первый этап реконструкции. Как преображается вертолетная площадка в Красногринском районе Самары, проверила глава города Елена Лапушкина. Единственный способ избавиться от дракона – это иметь своего собственного. Театр «Грань» презентовал новый спектакль по пьесе Евгения Шварца. Движение по заводскому шоссе в Самаре полностью откроют в ноябре. Напомню, масштабная реконструкция началась в 2019 году. На участке от 22-го портсъезда до «Авроры» проезжую часть расширяют до четырех полос. Прокладывают все необходимые коммуникации. Строят тротуары, парковки, меняют остановочные павильоны и фонари. Как идет ремонт, проверила глава города Елена Лапушкина. Успевает ли подрядчик в срок, выяснила наша съемочная группа. Ремонт заводского шоссе на финишной прямой. Сейчас рабочие заканчивают укладку асфальта на основных полосах движения на участке от улицы Профильной до железнодорожного переезда. Движение по ним планируется открыть уже в выходные. Тогда же рабочие приступят к укладке асфальта на боковых полосах движения. Работы идут в графике. Окончание работы у нас до конца ноября этого года. То есть до конца ноября мы запустим полностью движение по заводскому шоссе в четыре полосы. Как идут работы, проверила глава города Елена Лапушкина. Она поинтересовалась, когда приступит к благоустройству и установке освещения. Закончим до конца недели укладывать кабель наружного освещения и светофорный кабель. Еще один важный объект – строящаяся школа на пятой просеке. Каркас здания полностью готов. Внутренние коммуникации практически уложены. На 90% завершено остекление. На 60% выполнены отделочные работы. Фасады на 70% выполнены. До конца месяца фасадные работы будут закончены. Выполнено благоустройство процентов на 60 в течение двух недель. Основные работы по благоустройству тоже будут завершены. Здание новой школы будет состоять из двух блоков – учебного и спортивного, которые объединит между собой переход. В первом блоке будут учебные классы. В спортивно-вспомогательном блоке предусмотрена столовая на 330 мест – большой пищеблок. Здесь же будут два просторных спортзала – тренажерный зал, раздевалки, душевые и актовый зал. Монолитная сцена. Везде у нас сборные, то деревянные, то каркасные. Это вот громадная сцена с костюмированными, с гримёрными. Сейчас рабочие продолжают внутреннюю отделку. Затем начнут завозить мебель и всё необходимое оборудование. Полностью здание новой школы должно быть готово к концу этого года. Лариса Шалафаст, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Первый этап реконструкции вертолётной площадки в Самаре вышел на финишную прямую. Что уже сделано и какие виды работ запланированы во втором этапе, выяснил Олег Зверев. Пожалуй, самое ценное, что есть на этом месте – уникальный природный ландшафт и неповторимый панорамный вид на Самару, Жигулёвские ворота, Национальный парк Самарская Лука. Вертолётную площадку в Красноглинском районе знают многие, а после проведения реконструкции поток туристов, как ожидается, многократно возрастёт. Сегодня уже понятно, как будет выглядеть склон. Благоустройство выполнено уже наполовину. Работы разделены на два этапа с реализацией в 2020 и 2021 году. Все подпорные стенки залиты. Начался посев, автополив. Уже закладные все детали под это освещение готовы. Протянуты все коммуникации, которые необходимы уже под освещение. Заливается детская площадка. Как видите, сейчас уже ограждение ставится. Сегодня ход работ проверила глава Самары Елена Лапушкина. Пока погода благоволит, есть время не только на строительные работы, но и на посадку декоративной растительности. На склонах скоро появятся саженцы, сосен и кустарников. Задача – сделать площадку комфортной и красивой. Объёмы работ колоссальные. Остаётся ещё достаточно много нам с вами выполнить. Но к концу года мы увидим уже совсем другую территорию. Это место может многое рассказать о нашем городе, рассказать, насколько он красив, насколько он значим. И я сама привожу сюда гостей. И очень жду открытия этой территории, чтобы люди проникали с любовью и уважением к такому замечательному городу. До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё один масштабный объект в Красноглинском районе. Школа в микрорайоне Новый Самар 30 октября будет подключена к отоплению. Строительство ведётся с августа прошлого года в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Уже выполнены фасадные и кровельные работы. Проведены внутренние коммуникации. С запуском тепла можно будет красить потолки и стены, после чего ставить мебель и оборудование. Отделочные работы делаются. Вы видите, погода нам помогла. Было тепло всё это время до сегодняшнего дня. Надеюсь, и завтра ещё будет тепло. Поэтому все работы отделочные ведутся. Вы видели блок А и В. В полном объёме все отделочные работы сделаны. Осталась только финишная покраска и заливка полов. Параллельно на прилегающей территории проводится благоустройство и формирование спортивной площадки. С начала 2021 года 1200 школьников из окрестных кварталов смогут занять свои учебные места. Олег Зверев, Константин Головин. События. Более сотни случаев в сутки. Столько заражений коронавирусной инфекцией регистрируют в регионе ежедневно. Общее число заболевших в Самарской области почти 14 тысяч. С начала пандемии с болезнью справились порядка 11 тысяч жителей. Число летальных исходов – 219. В больницах региона увеличивают коечный фонд для заражённых COVID-19. А поликлиники могут перейти на круглосуточный режим работы. Эти темы обсудили на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Подробности в нашем следующем сюжете. Поликлиники Самарской области могут перевести на круглосуточный режим работы. В то же время в регионе планируют приостановить диспансеризацию и частично плановые осмотры. Областному Минздраву поручили сформировать запас лекарственных средств, чтобы мобильные бригады медиков могли обеспечить граждан, которые лечатся амбулаторно, а также не снижать темпы прививочной кампании против гриппа и ОРВИ. Обо всем этом стало известно на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции. Оно прошло под председательством первого вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова. Стало известно, что в регионе наращивается коечный фонд. К концу этой недели готовится развернуть почти 700 коек в Самаре и в Тольятти. Усиливают работу по проверке масочного режима. В Самарской области на 12% выросло число выявляемых случаев инфекции среди людей без клинических признаков заболевания. Это связано с ростом объема тестирования. На данный момент в регионе с начала пандемии зафиксировали более 13 тысяч заражения COVID-19. Почти на 20% выросло число заболевших в регионе вне больничной пневмонией. Только на прошлой неделе ее выявили у 4300 человек. Это максимальный показатель за все время наблюдений. Сейчас прорабатывается возможность продолжать лечение пациентов с отрицательным анализом на COVID, которым не требуется кислородная поддержка, на базе санаториев. А пациентов, которым требуется неотложная терапевтическая помощь, планируют направлять в военный госпиталь. Председатель правительства Виктор Кудряшов озвучил сумму, которую уже потратили на борьбу с пандемией. И ее последствиями. На сегодняшний день, пока, в текущем году, мы потратили на это 18 миллиардов 100 миллионов рублей. Это и медицина, это и создание дополнительных коек, строительство кислородных станций, это и помощь безработным, которые потеряли работу в связи с тем, что предприятия в период ограничений проводили сокращение людей. Виктор Кудряшов рекомендовал главам муниципалитетов и руководителям органов исполнительной власти ужесточить наказание для нарушителей масочного режима и других действующих санитарно-эпидемиологических норм. Светлана Кудрявцева, События. На подмогу медикам, которые работают с пациентами, зараженными COVID-19, в так называемых красных зонах пришли ординаторы. Почему врачи-стажеры добровольно выбирают работать в ковидном госпитале, узнала Мария Левина. Вячеслав Бормотов – врач-стажер в больнице Середавина. Он работает с больными коронавирусом. На передовую пришел в начале лета. Проходил ординатуру и вызвался добровольцем в ковидный госпиталь, который базируется на территории больницы с апреля. Вячеслав признается, первое время было страшно. Сложно психологически облачаться в противочумные костюмы и заходить в красную зону. Но, как говорят десантники, сегодня этот девиз подхватывают и медики – кто, если не мы? Ложится большая ответственность, в том числе и на персонал, и на нас в целом. Потому что мы ординаторы, мы уже полноценные врачи. Мы ведем пациентов совместно с опытными врачами, оказываем помощь, также назначаем анализы, делаем обходы. Для Надира Ердиманова работа в госпитале – это тот опыт, о котором он и подумать не мог. Сразу после окончания ординатуры бороться с новой коронавирусной инфекцией, которая перевернула с ног на голову весь мир. Говорит, летом было полегче, заболевших в разы меньше, а вот к осени ситуация ухудшилась. Сейчас, когда в регионе насчитывается больше ста случаев заболеваний каждый день, медики призывают самарцев быть осторожнее и не игнорировать простейшие правила гигиены. Именно они сегодня лучшие средства безопасности. Чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах и транспорте. Самое главное, конечно, не растеряться знания, основные нужны. И не стесняться спрашивать более опытных сотрудников, что непонятно, и они с удовольствием помогут, подскажут. Сегодня в региональной медицине порядка 800 ординаторов. Из них половина уже работают врачами, участковыми или стажерами. Работа Самарского государственного медицинского университета и, в частности, института профессионального образования всегда строится в соответствии с потребностями практического здравоохранения. И когда к нам обращается практическое здравоохранение за помощью, мы всегда рады помочь. Поэтому наши ребята, ординаторы откликнулись на призыв Министерства здравоохранения, пошли работать в красную зону. Каждую неделю у врачей берут анализы. Родственники и друзья, рассказывают врачи, поддерживают и понимают, что сейчас их близкие люди стоят на страже жизни и здоровья. Миллионов людей. Мария Левина, События. Пассажиры муниципального транспорта, которые не соблюдают масочный режим, останутся без билетов. Самарцам в очередной раз напомнили о штрафных санкциях за нарушение предписаний Роспотребнадзора. Особое внимание и к самим транспортным предприятиям. Они также обязаны ежедневно выполнять ряд обязательных условий. Одно из них – дезинфекция. Ольга Павлова продолжит тему. Санитарная обработка муниципального автопарка начинается с мойки. Сначала при помощи обычного мыльного раствора приводят в порядок внешнюю и внутреннюю поверхность рейсовых машин. Затем салон автобуса протирают насухо и дезинфицируют профессиональным антисептическим раствором. А беззараживающее средство рекомендовано региональным Роспотребнадзором и безопасно для человека. Оно имеет все необходимые сертификаты качества. В ежедневном режиме специалисты мобильной бригады обрабатывают поручни, лестницы, сидения. Одним словом, все, до чего может дотянуться рука пассажира. После плановой дезинфекции машины отправляются в рейсы. По поручению городского департамента транспорта за соблюдением масочного режима на маршрутах следят кондукторы, полиция, сотрудники народной дружины. Если раньше отдельные пассажиры пренебрегали рекомендациями Роспотребнадзора, то сейчас, узнав о внушительных штрафах и статистике по числу заболевших коронавирусом, правила не игнорируют. Ежедневно на нарушителей составляются протоколы, если такие выявляются. Потом составленные эти протоколы направляются в суд. Значит, там мера воздействия от предупреждения до штрафа. Штраф от 1000 до 30 тысяч, но все это уже на усмотрении суда. Даже такое было в ходе рейсов, допустим, у кого-то там нет маски, пассажиры охотно делятся этими масками. Кто-то идет прямо на принцип и говорит, нет, не надену маску, и приходится выходить из подвижного состава. Более того, нарушителя теперь накажут не только рублем. Продавать билеты таким пассажирам не станут, попросту высадят на первой же остановке. А при конфликтной ситуации еще и вызовут наряд полиции. Впрочем, большинство горожан сознательно подходят к режиму ношения масок, отмечает кондуктор Наталья Веселова, и стимулирует жителей Самары личным примером. Накупила все маски, все, и внучке, и дочке, все, заставляя руки мыть чаще. У нас антисептик есть дома. Слушаются? Да более-менее, иногда приходится напоминать. На мере предосторожности они всегда должны быть, чтобы не было, скажем так, нехороших последствий. Вот это очень важно. Перед каждым рейсом после дезинфекции транспортных средств кондукторы и водители проходят необходимый инструктаж, в ходе которого руководитель напоминает о необходимости надевать защитные средства самим и оповещать об этом пассажиров, в том числе через автоинформатор. Если контроль обнаружат на линии сотрудника предприятия кондуктора или водителя без защитного средства, назначается служебная проверка. По ее итогам, виновник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Предприятию же грозит штраф в размере от 300 тысяч рублей в случае выявлений на рейсах пассажиров без масок. Ольга Павлова, Константин Головин, События. Уникальная находка в историческом центре Самары. В сквере имени Аксакова нашли ценности дореволюционной эпохи. Монеты 1914 года, часть Драгунской офицерской шашки, кирпичи производства завода в конце 19 века. Все это было случайно обнаружено самарскими строителями. Подробности в эксклюзивном репортаже Ольги Павловой. Когда в сквере имени Аксакова началось плановое благоустройство, никто не ожидал, что в 21 веке будут найдены исторические ценности дореволюционной эпохи. Рабочие приступили к строительству колодца и ливневок, а раскопав котлован обнаружили остов печи. На этом фото особняк Аксаковых, который, кстати, располагался на месте одноименного сквера. Дом двухэтажный с двумя печными трубами. Археологи, направленные на место раскопок, предполагают, что одна печь служила кормилицей, а вторая отапливала дом. Но самое главное и, пожалуй, ценная находка – гарда драгунской офицерской шашки с надписью «За храбрость». В оригинале ее общая длина 890 мм, а вес – 1150 граммов. В 1881 году шашка заменила кавалерийские и пехотные сабли и принадлежала всем офицерам и генералам, которым была положена. Конечно, мы надеемся, что найденные исторические объекты не будут зарыты землей, что они будут показаны и жителям Самары, и туристам, и вызвать большой интерес. Такие объекты есть в других городах, в Москве, в Самаре еще такого не было. Поэтому мы надеемся, что в Самаре появится такой замечательный, действительно исторический Аксаковский сквер. С найденными историческими ценностями активно работают археологи и реставраторы. Предметы из черного металла чистить особенно тяжело, рассказывает научный сотрудник Елена Каравашкина. К примеру, их нельзя мыть, так как частицы земли и песка еще прочнее забивают материал. Экспонаты замачивают в специальных химических растворах с иммиачным составом. Затем спасают от дальнейших разрушений. То есть, если, например, от шашки эфес было достаточно легко обработать, потому что у него хорошая сохранность и определенные свойства металлов, то предметы из железа бывают очистить очень сложно, потому что бывает, что уже даже не сохраняется железное ядро предмета. Фундамент особняка Аксаковых, скорее всего, базировался на кирпичной основе. Археологами были найдены кирпичи с клеммами разных заводов. В 19 веке Самара активно застраивалась. Местной производственной мощности хватало не всегда. Строительный материал везли из соседних губерний. В частности, вот этот кирпич здесь буквы «ЯЗКГ». Это Яйвинский завод князя Голицына. Также здесь номер 7. То есть это номер участка, с которого производился забор глины, и где производился этот кирпич. Кирпич этот происходит из Пермской губернии. Различные предметы быта, детали системы отопления, монеты, образца 1914 года, типичная посуда конца 19-го, начала 20-го века. Почти все раритеты были обнаружены в печи. Занайденные в историческом центре Самары артефакты уже начали борьбу музея Самары и области. Нам уже звонили из музея Приво с просьбой передать им остатки шашки для экспонирования. Но, к сожалению, мы не можем разрывать коллекцию. Все, что найдено здесь, это единая коллекция, будет сдана в музей Алабина. Специалистам уже удалось выяснить, что особняк Оксакова был оснащен электричеством и проводкой. В начале 20-го века в строении произошел пожар, дом не уцелел. Историки предполагают поджог, но сегодня выяснить это наверняка уже невозможно. Дом, где прежде собиралась русская интеллигенция, принадлежал Ольге Оксаковой, внучке известного создателя сказки «Аленький цветочек». Отец Ольги Григорий Оксаков был губернатором, благодаря которому появилась железная дорога, больница Пирогова и Телеграф. После его смерти крестьяне добровольно несли гроб на руках, а Самарское дворянство возложило серебряный венок на его могилу. Остается надеяться, что найденные ценности сохранят при реконструкции сквера на пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе. От археологов уже поступило предложение закрыть найденные фрагменты печей стеклянной витриной. Ольга Павлова, Василий Кладошов, Сергей Баскин. События. Юбилейный 20-й фестиваль классического балета имени Аллы Шелест начнется в Самаре 21 октября. Его откроет премьера трех одноактных балетов. Гульфия Сафина побывала в швейной мастерской Самарского оперного театра и узнала, как идет подготовка. Подготовка к Самарской Шелестяне в полном разгаре. В швейном цеху театра оперы и балета началась примерка сценических костюмов. Их шьют специально для премьеры трех одноактных балетов, балеро, вариаций и штраусяна. Ксения Овчинникова сыграет главную роль в двух постановках. Нарядами своих героинь очень довольна. Это, наверное, один из первых случаев, когда настолько много всего на костюме. И я говорю, что я, когда увидела эскиз, я сначала подумала, боже, нет, я не смогу в этом танцевать. Но очень комфортно, очень легко. И я думаю, что со сцены это будет смотреться еще более красивее и наряднее, праздничнее. Три полномасштабных балета в каждом по 24 человека в мужском и женском крадебалетах. Плюс солисты, плюс дублеры. В настоящее время идет пошив более 170 костюмов. Работа ответственная, преимущественно ручная. Легкий газ, струсиные перья, шелк, бархат. В создании нарядов для артистов балета используются исключительно натуральные ткани. Пошив одного такого костюма в ателье обошелся бы в 200 тысяч рублей. Высокое искусство, высокая мода. Только так и не иначе, уверен художник по костюмам Иван Складчиков. В составлении образа важно учесть сразу все. Особенность фигуры, хореографию, век, в котором разворачиваются события. Когда вы смотрите хорошее кино, вы сразу видите хорошо сшитый костюм и такую псевдоподделку. И видно сразу, и видно по всем мелочам, которые в ней есть. Вот здесь мы занимаемся тем же самым. С одной стороны, мы соблюдаем четкий историзм, четкое попадание в эпоху. А с другой стороны, нам эту эпоху надо развернуть так, чтобы танцевать с ней было все-таки возможно. Всегда компромисс. Головным убором не меньше требований. Бонет, капор, каска жандарма, двоуголка генерала, дамская шляпка. Внешние украшения мало отличаются от исторических аналогов, но есть нюанс. Любой балетный головной убор должен быть легкий, и он должен хорошо крепиться на голове. То есть я специально там продумываю, в технологию сразу закладываю, как это будет держаться. Без этого никак. Актеры балета презентуют новые костюмы 21 октября. В этот день покажут премьеры всех трех спектаклей в хореографии Владимира Бурмейстера. Ими откроется фестиваль имени Аллы Шелест. В этом году в него войдут пять показов балетных спектаклей и два больших гала-концерта с участием звезд мировой балетной сцены. Все со строгим соблюдением мер санитарной безопасности. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. Студия «Театр Грань» презентовала зрителю премьеру спектакля «Дракон». История полностью воспроизводит одноименную пьесу Евгения Шварца. Ту, что долгое время была запрещена в Советском Союзе. Сегодня, в год пандемии, тема свободы вновь актуальна, уверен художественный руководитель Денис Бакурадзе. Одной из первых увидела премьеру наша съемочная группа. Она улыбается. И отец ее весело улыбается. Кот, ты обманул меня. Нет. Самое печальное в этой истории есть то, что они улыбаются. Печальная история, в которой улыбаются. Театр-студия «Грань» презентовал премьеру далеко не детской сказки «Дракон». Запрещенную пьесу Евгений Шварц писал под звуки бомбежек в блокадном Ленинграде. Долгое время она не проходила цен с советской пропагандой, и постановки по ней были под запретом. По словам руководителя театра, история оказалась еще актуальнее в год пандемии. Когда мы говорим про свободу, что же для нас свобода? Когда границы закрыты физические, или когда мы можем везде перемещаться и быть внутри несвободны. В этом спектакле, в этой пьесе оно, конечно, безусловно, очень актуально ложится просто само по себе. Это было не под пандемию все взято, а вот как часто бывает, жизнь мудрее нации. Она выстраивает свои какие-то параллели, линии. Ничто иное, как памфлет. От простой сказки пьеса, конечно, отличается. Фактическая победа над антагонистом не дает никаких гарантий на освобождение. Со своим героем Руслан Бузин не сразу нашел точки соприкосновения. Признается, вжиться в роль, как ни странно, помогли тревожные мировые новости и жизненные перипетии. Я не такой властный, как Дракоша. Он намного мудрее. Я не такой мудрый, он стратег. Я так далеко не смотрю на мир, как он, на будущее. Хоть вы меня не просите, я вызову на бой Дракона. Никита Башков, он же Ланцелот, герой-спаситель, новый член труппы. Окончил академию Никита Михалкова. Успел поработать и в Москве, и в провинции, но выбрал театр Новокуйбышевска. Это очень высокий уровень. Действительно подготовки. Это то место, где можно развиваться и куда действительно стоит прийти зрителю. Музыкальный ряд, ломанный марш, отражение восприятия нестабильности и несправедливости, пронизывающий сюжет. Почти всю музыку для спектакля-играния пишет Арсений Плаксин. В спектакле играет Кота, альтер-эго, Ланцелота. Вроде бы он марша, вроде бы в нем уже вся музыка ломается. Это, может быть, мое видение и сейчас, видение того Советского Союза и вообще того, про что Шварц писал. Сюжет пьесы почти не меняется. В нем лишь появились отдельные фразы известных российских поэтов. Длится спектакль с антрактом почти три с половиной часа, которые, как обещают его создатели, пролетят незаметно. В самом конце зрителю гарантируют неожиданную развязку. Увидеть постановку можно будет до 24 октября. Гульфия Сафина, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok